Здравствуйте друзья! В этом обзоре мы с вами будем говорить о микроволновом датчике присутствия, предназначенном для использования в экосистеме умного дома Midsami Home. Принцип работы этого датчика основан на измерении изменения времени задержки между отправлением и приемом микроволновых сигналов. В ходе работы такой датчик отправляет короткие импульсы микроволнов на определенной частоте. Кстати, этим и объясняется необходимость стационарного питания, так как датчик является активным устройством. Микроволны отражаются от окружающих объектов, включая человека, и возвращаются обратно к датчику, который измеряет время за которое они вернулись и анализирует изменения в этом времени, чтобы определить наличие появления объекта в его зоне действия. Если датчик регистрирует такое изменение, то он активируется. Особенностью работы микроволновых датчиков присутствия является то, что они могут работать через стены и другие препятствия, что делает их очень полезными в некоторых ситуациях, таких как автоматический свет в туалете или коридоре. Но стоит учитывать и тот факт, что при абсолютно неподвижности, когда датчик перестает фиксировать разницу во времени возврата волн, он будет отключаться. Обычно в комментариях к видео о таких датчиках мне задают вопросы о вреде для здоровья. Спешу вас уверить, что вреда от него не больше, чем бы на вас светили фонариком, так как мощность у него, несмотря на работу сквозь стены, очень низкая и если вы не планируете его проглотить, что вызовет несварение желудка, то никакой опасности он вам не несет. И по традиции попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей, интересующихся темой умного дома и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Тип устройства микроволновый датчик присутствия. Модель LimbTech ES1. Угол работы радара до 180 градусов в зоне 3 метров, до 145 метров и 60 градусов на 6 метрах. Имеется 8 зон обнаружения по дальности. Измерение освещенности от 0 до 10 тысяч люкс. Мощность радара до полуватта. Питание USB-C. Интерфейс управления Bluetooth Mesh. Размер 50 на 20,6 миллиметра. Диапазон рабочих температур от минус 10 до 40 градусов Цельсия. Влажность от 0 до 95 процентов без конденсации. Поставляется устройство в небольшой белой коробке, присущей гаджетам для китайского рынка. LimbTech ES1 именно из этой серии и все тесты, показанные в видео, проведены в регионе Китай. Большинство надписей сделаны и иероглифами. Информации о существовании версии для глобального рынка на момент выхода этого видео у меня нет. В комплекте поставки, датчик с подставкой, кабель питания и небольшая инструкция. Питание от батареек тут не предусмотрено только через USB. Блока питания нет, куда подключать кабель нужно позаботиться заранее. Инструкция тоже вся на китайском, но все что нужно для работы с датчиком, вы узнаете далее в моем видео. Конструктивно датчик представляет собой небольшую шайбу диаметром 5 сантиметров и толщиной чуть более 2. Фронтальная поверхность излучающая, на ней же расположена кнопка сопряжения, совмещенная с датчиком освещенности и светодиодом активности. Задняя часть датчика магнитная, ее можно устанавливать или напрямую на металлическую поверхность, например холодильник, или на комплектный держатель. Держатель устанавливается стационарно, крепится при помощи комплектного скотча. Он позволяет менять угол наклона для датчика, чтобы направлять его в нужную сторону. Питание подается через разъем USB-C, который уже стал стандартным, вытеснив microUSB. Комплектный кабель питания имеет длину 2 метра. Сравнительно с датчиком присутствия Acara FP1. Обзор на него, а также другие устройства упоминаемые или соответствующие теме этого видео, вы найдете в описании. Кстати, Acara имеет несъемный кабель. Мне больше нравится вариант с разъемом и возможностью использования внешнего кабеля. При подключении питания, светодиод датчика начинает быстро мерцать, это режим подключения. Его можно включить и удерживанием кнопки на датчике. Как я и сказал, для подключения я использовал Mi Home с установленным китайским регионом. Нажимаем кнопку добавить и датчик автоматически обнаруживается в перечне доступных устройств. Выбираем его и ждем пока пройдет обмен данными. Напомню, что датчик работает по Bluetooth Mesh. После того, как он получит данные о mio аккаунте, к которому будет подключен, останутся финальные шаги. Установка имени и указаний локации размещения. По умолчанию установлен режим, при котором светодиод на датчике будет мерцать при обнаружении движения. Его можно будет отключить. Датчик имеет свой плагин. В верхней центральной части отображается текущий статус, обнаружение или отсутствие кого-то в зоне действия, время продолжительности этого статуса и расстояние до объекта. Под ним уровень освещенности с временем этого измерения и еще ниже, журналы событий и перечень автоматизации датчика. В истории доступны данные о времени как обнаружения присутствия, так и переход в статус отключено. Есть графики уровня освещенности. В разделе автоматизации три вкладки. Рекомендованные. Список тех сценариев в которых участвуют датчики и журнал их работы, пока там пусто. Важный раздел настроек датчика. По умолчанию тут включен светодиод, который будет мерцать при обнаружении движения, как я показал чуть ранее. Далее идут настройки интервала обнаружения, это время между последним событием обнаружения и переходом в статус выключено. Дистанция приближения. 8 зон обнаружения в зависимости от расстояния. Опция восстановления настроек и стандартные опции. Имя и локация устройства. Возможность предоставления общего доступа. Проверка версии прошивки удаления системы. Если вам мешает постоянный мерцающий диод, то вы можете его отключить. Тогда никакого визуального подтверждения обнаружения присутствия датчик выдавать не будет. Интервал обнаружения можно изменять в пределах от 1 до 10 тысяч секунд. Но при значениях менее 10 секунд это может повлиять на дистанцию обнаружения. Дистанция приближения может меняться от 1 до 5 метров. При входе или выходе из этой зоны датчик будет генерировать соответствующее событие. Это отдельно от его состояния. Теперь о зонах обнаружения. На скриншоте слева датчик обнаруживает присутствие, в этот момент он стоит на столе возле меня. Дистанция отображается как 38 сантиметров, что очень похоже на правду. Не меняя своего положения, отключаю 4 первые зоны с дистанцией до 3 метров. Теперь датчик меня игнорирует, хотя и он и я находимся там же где и были. Перед тем как перейти к автоматизациям, пару слов о шлюзах. Шлюзы необходимы и для Zigbee и для Bluetooth устройств. Они позволяют участвовать им в автоматизациях и иметь доступ из любой точки мира. У меня есть шлюз 4 версии, ссылка на обзор в описании, который выполняет роль центра управления, позволяет использовать автоматизации версии 2.0 и многие из них делает локальными. К нему и подключился герой обзора. Еще у меня есть третий шлюз и USB Acara E1 и ряд других. Автоматизации, в моей системе как я уже сказал они мигрировали на вторую версию, состоят из двух разделов. Триггеров, где указываются события и условия запускающие автоматизацию и действия. Датчик присутствия главным образом предназначен для использования в первом разделе. Триггеров тут довольно много. Обнаружение и отсутствие движения, сразу или в течение заданного времени от 1 до 255 минут. Освещенность выше или ниже заданного уровня, события при ходу ход. Есть пара опций и для раздела действий. Включение и отключение, мигание светодиода при обнаружении движения. Можно включать утром и отключать вечером, чтобы не светилось по ночам. Для теста я сделал две автоматизации, использовав самый распространенный для таких датчиков вариант управления освещением. При обнаружении кого-то, будет включаться светильник и переключаться в одной из световых сцен. При отсутствии кого-либо в течение минуты, светильник будет отключаться. В нижней части окна настроя каждой автоматизации, есть параметры ее действия, в данном случае в течение всего дня. И дополнительные настройки, где можно включить получение уведомления при ее сработке и увидеть ее режим работы. В данном случае обе автоматизации локальные и не зависят от доступа к интернету. На странице журнала автоматизации в плагине, теперь будут появляться записи о их активности. Срабатывает все корректно без видимых задержек. Включается, когда кто-то проходит в зоне действия. И отключается, когда рядом никого нет, больше чем заданный в автоматизации интервал. Теперь перейдем к интеграции устройства в Home Assistant. Удобнее всего использовать Hacks Home Assistant Community Store. Установка очень простая. Ссылку на сайт проекта оставлю в описании, там же есть ссылки на мои уроки, где показан процесс. Дополнение, которое нам надо называется Xiaomi Gateway 3. Хотя на сегодняшний день, кроме глобальной китайской версии третьего шлюза, поддерживаются обе версии нового Хаб 2 и китайская версия Acara E1. У меня есть уроки по установке этого дополнения, но сейчас все сильно упростилось, поэтому повторим все шаги сначала. После того как вы скачали и установили дополнение Xiaomi Gateway 3 в Hacks, оно появится в разделе интеграции Home Assistant. Находим его в списке доступных. К слову говоря, оно пригодится вам даже если у вас нет совместимых шлюзов и устройств для них. И вот почему. При первой установке дополнение запросит данные для подключения к вашему Mi Home аккаунту. Указываем ID или электронную почту, пароль и сервер, на данном скрине китайский. Либо меняем регион на свой. Если у вас есть устройства на разных серверах, повторяем установку для каждого из них. Теперь, после того как вы добавили в систему свой аккаунт Mi Home, окно которого появится в разделе интеграции, по нажатию на кнопку настроить, будет открываться окно с списком всех устройств в аккаунте. Выбрав нужное, вы получите все данные о нем, IP и MAC адреса и его токен. Для Bluetooth устройств Mi Home, которым необходим ввод специального bind-key для подключения, будет выводиться и он. После подключения аккаунта, при повторном добавлении интеграции Gateway 3, будет выводиться и список поддерживаемых ей шлюзов. У меня это одноименный шлюз Xiaomi и Acara E1. Выбираю Mi Gateway 3 и в следующем окне выводится его адрес и автоматически подтягивается токен. Самому ничего вводить не надо, никаких терминал команд, перепрошивок из консоли, все максимально просто. На шлюзе у меня установлена последняя версия прошивки 1540090. Готово, шлюз добавлен в систему, все быстро и просто. Если на этом этапе у вас покажет ошибку, перезагрузите шлюз по питанию и попробуйте еще раз. В окне интеграции теперь есть две строки, одна для работы с устройствами в Mi аккаунте, вторая для шлюза. Их может быть и больше, если у вас несколько аккаунтов или шлюзов. Точно так же добавляем и их. Через некоторое время шлюз подтянет данные о подключенных к нему устройствах, как напрямую я имею ввиду Zigbee, так и блютуз, которые могут управляться с нескольких шлюзов. Нажав в окне шлюза кнопку настроить, попадаем в его настройки. По умолчанию управление блютуз устройствами активно, ее можно отключить, например если у вас несколько шлюзов. Zigbee устройств на этом шлюзе у меня нет, поэтому подтянулись только блютуз, несколько датчиков температуры и влажности и герой обзора. Тут все те же данные настройки что и в приложении. Поддержка полностью всех функций. При этом естественно сохраняется работоспособность и в родном приложении. Все работает параллельно. Сенсор экшн передает событие когда кто-то приходит или уходит в зону обнаружения, которую можно настроить в пределах от 1 до 5 метров. Это событие появления объекта в зоне. А это событие в момент когда кто-то ее покидает. При этом само присутствие, за которое отвечает другой сенсор еще обнаруживается. Повторяем эксперимент с зонами обнаружения. Все зоны активны, датчик стоит возле меня, присутствие есть. Датчик я переставил, дальность чуть больше. Отключаю первые 4 зоны, сам при этом нахожусь где и был, датчик не трогаю. Сенсор начинает меня игнорировать и переходит в статус присутствие не обнаружено. По результату проведенного тестирования датчик в целом мне понравился. Отлично определяет и удерживает присутствие. Зоны обнаружения дают возможность гибко настройки. К достоинствам также могу отнести наличие сенсора освещенности и широкие пределы интервала обнаружения. Сюда же поддержка в Home Assistant при сохранении работоспособности в Mi Home. К нюансам стоит отнести необходимость подключения стационарного питания через USB-C разъем. К минусам интерфейс. Все таки хотелось бы видеть не Bluetooth mesh, а Zigbee. Хотя я не могу сказать что Bluetooth работает медленно или нестабильно, все, по крайней мере за время теста который длился более суток работало корректно, но все же хотелось бы какого-то разнообразия. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео я оставлю ссылки на магазины, где можно приобрести такой датчик. Кроме этого, там же вы найдете ссылки на обзоры упомянутые и соответствующие этой теме, мой телеграм-канал, страницу в фейсбук и группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова